ПЕРРИ СТОУН Сегодня я буду учить на тему, как вы сами отменяете свой прорыв. Конечно, у слова «прорыв» есть много разных значений. Я имею в виду ситуацию, когда вам хочется изменить негативные обстоятельства на позитивные, или когда есть определенные условия, которые мешают вам в духовном, финансовом или даже в материальном плане, как, например, болезнь. А вы хотите обрести свободу и нуждаетесь в помощи Господа. Вы не просто ждете ответа на молитву. В каких-то случаях вы просите о силах поверить в прорыв, чтобы сложившаяся ситуация сменилась на более благоприятную и принесла с собой праведность, мир и радость в Духе Святом вам самим или членам вашей семьи. Я не знаю, были ли в вашей жизни моменты, когда вы спрашивали Господа, «Почему я молюсь, но мне кажется, что совершенно ничего не происходит». Так что же на самом деле происходит тогда, когда ничего не происходит? Возможно, вы не понимали, почему ожидание длится так долго. Чуть позже я расскажу вам историю о том, как мы всей группой молились в течение восьми лет, прежде чем пришел прорыв. Также не будем забывать о том, что иногда вовсе не Бог препятствует наступлению прорыва. Это могут действовать силы сатаны. Об этом сказано в 10 главе книги Даниила. В некоторых случаях Богу нужно время, чтобы изменить сердце или натуру человека, который либо находится в бунте, либо грешит, и ему это нравится. Возможно, он наслаждается своими грехами и совсем не желает меняться. Для этого Богу нужно создать такие условия в жизни этого человека, чтобы его мышление изменилось, чтобы он увидел, как в случае с блудным сыном, что с Богом было намного лучше, что в доме матери и отца было намного лучше, чем в жизни под девизом «Попробуй все». Возможно, вы даже говорили Господу. Я вижу, как приближается прорыв. И я поделюсь с вами историей, как мы с моей женой Пэм тоже прошли через это. Мы видели приближение прорыва, но внезапно все остановилось. И вот чему я хочу вас научить. Готовясь к этой программе, я вспомнил свое детство. Когда я был ребенком, мой отец был пастором нескольких церковей. Мне всегда нравилось слушать его проповеди, но когда он рассказывал истории из Библии, я думал, «А, это я уже слышал». Но я никогда не забуду, как все дети, затаив дыхание, слушали, как мой отец рассказывал какую-то свою историю. Возможно, по этой причине Иисус рассказывал разные истории, притчи и свидетельства. В них вы всегда видите сходство с собой. Надеюсь, эта история вас благословит также. Много лет назад, когда мой сын Джонатан был молодым человеком, у него было несколько зависимостей. Какое-то время, мы об этом не знали, но однажды он почти дошел до грани, и мне пришлось везти его в больницу. Он остался там на ночь из-за сильного сердцебиения. Я помню не только тот момент, который до сих пор стоит у меня перед глазами, я помню врача в этой больнице. Этот врач был членом церкви, которую мы тогда посещали. За много лет я побывал во многих церквях этого района, поэтому многие профессиональные медики знают меня в лицо. Я помню, как врач отвел меня в сторону, и, обращаясь ко мне со словом «пастор», сказал, «Вы знаете, что в нашем и в соседнем округе 18 детей умерли, приняв те же таблетки, которые принял сегодня вечером ваш сын». Несмотря на то, что в соседних палатах были люди, я стал не громко молиться в Духе Святом. «Сатана, ты не заберешь моего мальчика. Я запрещаю тебе забирать моего мальчика». Не вдаваясь в подробности, скажу, что мы пытались вразумить сына разными способами. Но нужно понять следующее. Когда у людей зависимость, внутри них живет страстное желание, от которого они не в силах просто так отказаться. Им нужна профессиональная помощь или сверхъестественная помощь, или и то, и другое вместе. А если вы знали людей с зависимостью от алкоголя, наркотиков или порнографии, или сами были в такой зависимости, вы меня очень хорошо понимаете. Мы очень долго молились, и порой нам казалось, что вот-вот произойдет прорыв, вот-вот придут перемены. Однажды в июне, когда я поехал на встречу партнеров в городе Пидженфорс, в штате Теннесси, мне позвонили и сообщили о регрессе сына. Звонивший сказал, «Мы не хотели вам говорить, чтобы вас не тревожиться, но произошло вот что». В это время я шел по коридору небольшого отеля с одним из сотрудников церкви. Я держал в руках свои вещи, а сзади шел посыльный и вез мой чемодан. И тут я вскипел. Я много лет молился, и все эти годы неотступно верил в прорыв. Но этот момент стал переломным, и я не выдержал. Я не сквернословил, не ругался, я просто говорил плохие вещи. Даже и не буду повторять то, что я говорил в тот момент. Я был очень расстроен тем, что сын не хочет меня слушать и игнорирует все мои усилия. И потому я просто не сдержался. Повернув ключ в замке и открыв дверь своего номера, я тут же услышал, как Дух Святой обличил меня в том, что я открыл рот и произнес такие слова. Но он не только обличил меня, я услышал его слова и прекрасно понимаю, что хотел сказать этим Господь. Не устраняй свой прорыв. Если немного перефразировать, не отменяй свой прорыв, произнося негативные слова. А вы можете спросить, что имел в виду Господь, когда велел не отменять свой прорыв. Сейчас я объясню. Вместе с женой мы соглашались в молитве долгие годы, не неделю или месяц, а именно годы. Что наш сын, которого мы горячо любили всем сердцем, получит свободу от атак и своих зависимостей. Мы делали все, что только можно. Мы пытались напугать сына, но это не сработало. Мы пытались проявлять любовь и говорить с ним о будущем. Но, находясь в зависимости, человек не видит будущего и не думает о детях. Возможно, ваши родители тоже говорят вам, когда у тебя появятся свои дети, ты поймешь, как мы переживаем и почему так волнуемся. Дети не понимают таких примеров, пока действительно не женятся, и у них не появляются свои дети. Многие люди действительно меняют образ жизни, отказываясь от алкоголя и наркотиков, потому что осознают, мои малыши должны вырасти другими. Я не хочу, чтобы у них были те же проблемы и трудности, с какими столкнулся я. Вы хотите лучшего будущего для своих детей и внуков, и это правда. С этим согласится каждый верующий и каждый родитель. Я осознал, что всегда молился, исповедовал, верил и говорил, что Господь мне поможет, что с сыном будет все в порядке, и он будет свободен. Но не сдержавшись, я сказал то, что противоречило моим молитвам. Ну а сейчас послушайте меня внимательно. Я произнес то, что противоречило моим молитвам. Я расскажу вам одну очень важную вещь. Господь напомнил мне о книге Иова. В ней сказано, что Иов был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Представ однажды перед Богом, сатана сказал, Иов служит себе из корыстных мотивов, ведь ты дал ему процветание. Если заберешь у него имущество, он проклянет тебя. Иов потерял все, что имел, включая дом, имущество и своих родных. Но он остался непорочным и не хулил Бога. Тогда сатана сказал Богу, забери его здоровье. Если забрать у человека здоровье, у него ничего не останется. Тогда Иов будет хулить тебя. Бог позволил сатане нанести язвы на тело Иова, но тот ни разу не обвинил Бога и не хулил его имя. Что я хочу этим сказать? Что заставило сатану думать, что Иов будет хулить Бога, если с ним что-то случится? Ответ находится в книге Иова 1 главе 5 стихе. Я немного перефразирую. Иов постоянно приносил жертвы за своих десятерых детей на случай, если они похулили Бога в сердце своем. Противник, сатана, знал, что Иов стремится угождать Богу и не хочет произносить ничего, что может противоречить его, верив Бога и доверию ему. Враг знал, если ему каким-то образом удастся заставить Иова произнести какие-то негативные слова, слова ненависти и обвинения в адрес Бога, тогда Иов уже не будет считаться непорочным перед Богом. Но этого не произошло. Бог знал сердце Иова лучше, чем сатана. Бог видит сердце, а сатана нет. Сатана может сеять в сердце какие-то вещи, стремясь развратить его, но только Бог знает помышления и намерения сердечные. Когда вы видите, что люди делают или говорят то, чего не следует, Бог в это время смотрит на сердце, на мысли и намерения. Вы не видите намерения в сердце человека. Вы считываете то, что они говорят и делают, и делаете неверные выводы, поскольку не знаете истинных намерений. Они могут быть не такими плохими, как вам показалось. Но эта тема для совсем другого послания. Итак, если, к примеру, я молюсь Богу, а затем сатана слышит, как я произношу негативные слова, противоречащие моим молитвам, у него есть право, как у обвинителя братьев, сделать то же, что он делал в первых двух главах книги Иова. Он придет к трону Божьему и обвинит меня, сказав, посмотри, что он только что сказал. Он не верит, что нечто изменится. Именно это имел в виду Бог, когда сказал мне, не отменяя свой прорыв. Как это выглядит на практике? Если после молитвы вы говорите своим братьям и сестрам, «Не понимаю, почему я молюсь, запрещаю этой болезни, но ничего не происходит». Тем самым вы сами отменяете свой прорыв и ответ на вашу молитву. Возможно, вы молитесь, вы полны веры, но позже, в момент слабости, не следите за своим языком и говорите, «Я не уверен, что это произойдет». Знаете, что вы только что сделали? Теперь у противника есть полное право прийти к Богу и сказать, «Ты можешь не отвечать на эту молитву». Помните, что говорят задержанному человеку. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Когда человека арестовали, у него есть право ничего не говорить. У него есть право не отвечать ни на какие вопросы, поскольку его слова могут осудить его. Юрист может сказать, «А вы что-то говорили? на месте преступления?» «Нет, не говорил». «Нет, говорили». Значит, признали вину. Такое право дано, чтобы не обвинить вас, если вы невиновны. Я не знаю, к кому именно я сейчас обращаюсь, но чувствую, что служу сейчас очень многим людям. Зачастую бывает так, что... А вы? Благодарите Бога только когда вы полны веры. Если же вы благодарите Бога даже в момент упадка сил, когда вам кажется, что ответ не придет, тогда Бог начинает действовать через вашу веру. Вы знаете, что Бог не может благословить неверие. По моим наблюдениям, ответу препятствуют три вещи. Первое — это неверие. Вспомните Захарию и Марию в Евангелии от Луки. А вот пожилой человек в служении, священник, который постоянно общается с Богом. И вот Мария — невинная девушка-подросток из Назарета. Гавриил пришел к ним обоим. Гавриил сказал им обоим, что у них будут сыновья. Гавриил назвал им обоим имена детей. А Захария, он сказал, что у него родится Иоанн. А Мария, что у нее родится Иисус. Затем ангел рассказал им обоим о предназначении их детей. Понаблюдайте за их реакцией. Проповедник, который должен быть исполнен веры, силы и Духа Святого, сказал ангелу Гавриилу, «Дай мне какой-то знак». Минуточку. Ангел только что появился из ниоткуда. Рассказал о трех событиях, которые вскоре произойдут. Даже четырех. Поскольку он рассказал и о предназначении. «И вам еще нужен какой-то знак?» Ангел дал ему знак. Захария на девять месяцев утратил дар речи. Для проповедника это серьезный срок. Ангела разгневала неверие Захарии. И тот утратил способность говорить на долгих девять месяцев. А с другой стороны, девушка-подросток Мария. Она спросила у ангела, как такое может быть. Она не сомневалась. Она лишь спросила, как это произойдет, ведь она еще не знает мужа. Ангел сказал, что Дух Божий сойдет на нее и посеет в ней семя Слова Божьего. Тогда Мария сказала, «Да будет мне по слову Твоему». Меня всегда удивляло, почему проповедник засомневался, а Мария поверила. Если вы внимательно изучите Писание, а именно Ветхий Завет, вы найдете два очень интересных места. Первое – это Исаия, седьмая глава. Вот, «Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Мария знала Писание. Она была еврейкой и знала пророчество о том, что Дева зачнет. Она поняла, что пророчество исполнится, и потому поверила. Захария знал пророчество Исаии о голосе вопиющего в пустыне, пророчество Малахии, «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете», а также пророчество о Духе Ильи. Священник должен знать все эти места Писания, но Захария не вспомнил ни одного из них. Так в чем была его проблема? Я думаю в том, что он уже был в возрасте, а его жена была бесплодна. Он не спросил, как это произойдет. Вероятно, Елизавета, как и Сара в свое время, уже вышла из детородного возраста. Мария же была девушкой. То, что Елизавета родит сына в преклонном возрасте, и то, что Мария родит, не зная мужа, было чудом. В любом случае, это два чуда. Но проповеднику не хватало того, что было у Марии, веры в Бога. У Захарии не было той веры, что была у Марии. Неверие — это помеха. Как узнать, что вы в неверии? Вы можете быть в неверии, обдумывать какие-то вещи и считать, что этого не произойдет, но не говорить об этом слух. Однако Бог знает помышление сердца. Он в любом случае видит, верите вы или нет. Есть простой способ распознать неверие. Когда люди говорят о нем слух. Библия говорит нам, что в Назарете Иисус не смог сотворить много чудес из-за неверия людей. Проблема в том, что неверие становится преградой для ваших молитв и желаемого прорыва. Второе, что может помешать, — это беззаконие в вашем сердце. 65-й Псалом. Давайте прочитаем его. Это 18-й, 19-й, 20-й стихи. «А если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Как вы знаете, Давид согрешил с Версавией, а затем распорядился убить ее мужа. Но он осознал, что если беззаконие поселится в его сердце на постоянной основе, Бог не будет слушать его молитвы. Поэтому Давид раскаялся и обратился к Богу. Я расскажу, как это бывает на практике. У Давида были помощники, включая дедушку Версавия, которого очень рассердило то, что сделал Давид. Конечно, он имел на это право, ведь мужа Версавии приказано было убить в сражении. Это грех, это умышленное убийство. Были люди, которые покаялись, и Бог простил их. Однако впоследствии они много страдали из-за сыновей, которые взбунтовались против них. Бог простил Давида, но были и те, кто не желал его прощаться. Они хотели расправиться с ним, например, забросать камнями. Всегда найдутся люди, которые, даже после того, как вы были прощены, все еще будут носить обиду в своем сердце. Это не ваша проблема. Они ответят за это на судилище Христовым. Господь скажет им, как написано у Матфея, «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это беззаконие. Делать сознательный выбор в пользу непрощения – это беззаконие, поэтому на ваши молитвы не будет ответа. Итак, что может удерживать ваш прорыв? Неверие, порожденное беззаконием вашим сердцем. И третье – исповедание ваших уст должно быть неизменным. Господь сказал мне, «Твое исповедание расходится со словами твоих молитв». Исповедание – это слова согласия с тем, о чем вы молитесь. Это не просто просьба к Богу что-то сделать. Это не просто слова. «Отец, мы верим в это и просим тебя это сделать». После молитвы ваши разговоры должны соответствовать с вашим молитвам. Почему люди не соглашаются с тем, о чем молятся? Они еще не видели ответа. Бог еще не ответил. Но почему вы решили, что Бог еще не ответил? Просто ответ еще не проявился на земле. Кто-то скажет, «Я прошу невозможного, потому что ответа так и нет». Но знаете, ответ может задержаться. Даниил постился и молился три-четыре недели о том, чтобы понять видение, которого он не понимал. Через три недели Даниил явился ангел и сказал, «Бог в первый же день услышал твою молитву». Ангел направился с ответом в первый же день, но задержался на три недели. Другими словами, Бог услышал молитву и уже дал ответ. «Просите и получите, ищите и найдете». Но самое главное, что я хочу сказать вам по нашей теме, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести, «И омыв тело водою чистую, будем держаться исповедание упований неуклонно, ибо верен обещавший». Это послание к евреям, 10 глава, 22 стих. Что нам нужно делать, чтобы держаться правильного исповедания? Во-первых, нужно раскаяться в своих грехах перед Богом. Пусть у вас всегда будет сердце и дух раскаяния. Бог милостив, если вы искренне. Если вы боретесь с какой-то зависимостью или привычкой, сохраняйте сердце раскаяния. Бог всегда будет рядом, чтобы помочь вам обрести свободу. Второе. Исповедуйте Слово. Берите Слово Божие и произносите его вслух. Во время искушения дьяволом, Иисус не боролся с ним в своем разуме. Он запрещал дьяволу словами уст своих. Держитесь исповедания веры. Это те небольшие секреты, которыми я с вами поделился. Важно, чтобы вы соглашались с тем, о чем молитесь. У меня есть самое потрясающее. За 46 лет моего служения, учение об Антихристе. Оно уже доступно. Не переключайтесь, у меня есть для вас объявление. Доступны уже сейчас серия новейших проповедей на DVD «Антихрист, его конфедерация и последняя восьмая мировая империя». Восемь часов совершенно новых изучений и откровений ждут вас. Мы детально рассмотрим, какой будет империя, которая в будущем захватит весь мир. В этом изучении будет раскрыта последняя тайна Антихриста. Пастор Перри расскажет о корнях теории об Антихристе в Писании, о том, что пророки, Христос и апостолы говорили по этой теме, а также об учениях ранних отцов церкви и об исторических личностях, которых принимали за Антихриста. Вы узнаете основное пророчество о царстве Антихриста и его десяти царях, о роли ислама в будущей восьмой империи. Будет раскрыто место, откуда произойдет Антихрист, где он будет править и что будет делать. Мы детально рассмотрим, что такое знак зверя и как он установит контроль над мировой экономикой. Также вам станут доступны многие пророчества, которые раньше редко упоминались. Это изучение ответит на многие ваши вопросы. Оно включает в себя изучение слова, исторических фактов и пророчества из Нового и Ветхого Заветов. На этих четырех DVD-дисках записано около восьми часов изучения с многочисленными наглядными материалами. Набор из четырех DVD-дисков можно приобрести за пожертвование от 65 долларов. Чтобы сделать заказ, посетите наш сайт или позвоните по телефону на экране. А также вы можете написать нам по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах. В наше время, когда мы видим исполнение библейских пророчеств о последних днях, эти проповеди актуальны как никогда. Вы можете поделиться этой информацией со своими близкими. У меня нет слов, чтобы подчеркнуть важность этого комплекта. У меня ушел месяц на исследование темы. Если быть точным, у меня ушли годы на изучение темы и месяц на монтаж. Проект похож на документальный фильм. И вы получите ответы на вопросы. Сегодня мы слышим много противоречивых мнений. Закажите комплект. Используйте шанс и закажите диски для вас и для семьи. Для семейного изучения Писания. Один из служителей сказал, я верю, что Антихрист уже действует. Я тоже в это верю. Тем не менее, я не пытаюсь со стопроцентной уверенностью утверждать, что это так. Но я верю, что мы с вами живем в последние дни. В любом случае, уделите время и сделайте заказ. К несчастью, эпидемия ковида изменила график поезда к нашего служения. Я написал четыре книги. Мы до сих пор трудимся над особым проектом, не покладая рук. Эти книги будут напечатаны примерно через несколько недель. Мы собираемся напечатать новую пророческую книгу об апокалиптической перезагрузке в Соединенных Штатах Америки. Почему я люблю книги? Вы получаете учение из точки, куда вы не можете приехать. У некоторых из наших пожилых телезрителей нет электронных устройств, но они читают печатные книги. Читайте книги, и вы узнаете много полезного. Знания отличаются от информации. Они изменяют жизнь. Итак, в будущем мы представим вам эти книги. Спасибо тем, кто приедет на пророческий саммит в июне. Места заняты, но не все. Сотрудники служения внесут ваше имя в список ожидания. Также продолжается регистрация на летний фестиваль «Воин», где будет много молодежи. Юноши и девушки, приезжайте на это большое событие, которое пройдет с 9 по 11 июля. Регистрация еще продолжается. В начале лета мы откроем регистрацию служений в нашем лагере. Туда приедут Томми Бейтс, Дженсен Франклин и Джон Килл Патрик. В октябре будет много мероприятий. Если вы не знакомы с расписанием поездок, то, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Иногда я бронирую место, куда я приезжаю уже через неделю или через две. Вы не узнаете это по ТВ. Итак, я приеду в Аляску в июне месяце. Далее мы вернемся в Техас. Потом мы приедем в Луисвилл, в Кентукки. Мы приедем в Западную Вирджинию. Мы не назначили дату, но скоро мы сделаем это. Мы вернемся во многие города. Друзья, мы увидимся с вами на этих конференциях, поэтому, пожалуйста, следите за нашим расписанием. До новых встреч и благословений! Перри Стоун приглашает вас на Международный пророческий саммит с 24 по 27 июня в здании Центра Омега в Кливленде, штат Теннесси. Билл Клауд, Джоэл Ричардсон, Марк Билдс, Перри Стоун. Количество мест ограничено. Регистрируйтесь сегодня. Больше информации на нашем сайте peristone.org. Не упустите возможность стать участником самого важного служения 2021 года.